Ежегодно БелАЭС будет удовлетворять более 40% потребности в электричестве. Уже удалось заместить более 5,5 миллиардов кубометров природного газа. Есть плюсы для экологии. За три года работы станции минус 9 миллионов тонн парниковых выбросов. Переоценить эффект, который мирный атом окажет на развитие национальной экономики, невозможно. Также БелАЭС стала мощным стимулом к развитию смежных отраслей, в частности, ядерной медицины. Начну все-таки с медицины. Все работаем с Минздравом, с вашим онкологическим центром имени Александрова, конечно, с Академией наук. Уже поставляем линейные ускорители для дистанционной терапии, комплексы высокодозной терапии, онкологические, контактные. Теанокс – очень интересная установка для терапии легких оксидом азота, который очень много жизней спасли в годы пандемии. Следующее направление – это, конечно, радиофармпрепараты и изотопы. У нас 30% уровня мировых изотопов готовы включить медицинские учреждения Беларуси в систему поставок самых современных радиофармпрепаратов. Ну, в первую очередь, конечно, онкология, кардиология. Здесь – это завтрашний день медицины. То есть в Польше нам уже не надо будет покупать? Не надо покупать. Центр ядерной технологии. Центр ядерной технологии. Да, он многоотраслевой, там и центр обработки в интересах сельского хозяйства, в интересах медицины. Там должен обязательно быть циклотрон, чтобы в конечном итоге уже изотопную продукцию и здесь прямо изготовлять. То есть понятно, что будет огромная исследовательская программа у Академии наук вашей, у белорусской. Обязательно это будет интересно атомщикам, потому что нужно тоже свои знания повышать, материаловедением заниматься. Но вот для меня Центр ядерной науки и технологии – это, прежде всего, Центр ядерной медицины, который максимально будет локализован здесь. И я считаю, что с вашего одобрения мы бы занесли это не только в двусторонние форматы, но и в формат одной из отдельных программ союзного государства. Белая с больше, чем просто стратегический проект. Наша страна уже стала космической. Мы производим начинку для самолетов и ракет. Освоение мирного атома – новый преодоленный рубеж. Хотя не все смотрят в сторону атомной станции оптимистично. Литва направила очередную ноту протеста. Тем не менее, президент подчеркнул, когда сменится власть в Америке, поменяется и политика Европы. Литва тоже придет к нам покупать электроэнергию. Понятно, что Белая с абсолютно грамотно и правильно с точки зрения здравого смысла в том числе рассчитывалось с ориентацией на экспорт к западным соседям. Но получается так, как получается. Они там не хотят, отрезаются, обрезаются. Ваше личное мнение. В итоге-то что победит? Какой-то здравый смысл и разум или вот нужда? Я уверен, что главный принцип покупателя – где дешевле по качеству нормально, там и бери. Качество исключительное. Станции такой в мире нет. Это самое новейшее по всем параметрам. Качество хорошее. Цена рядом. Литва, Латвия. Но самое главное мы упускаем. Мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать в Украине. Никакие американцы западным ничего не помогут. И мы с Владимиром Владимировичем на эту тему много говорим. Они придут к нам за помощью. Огромнейший объем работы. Нам придется украинцам помогать. А эти будут покупать, если у нас будет дешевле. Так, всяк. Вот посмотрите, власть поменяется в Америке. И политика в Европе будет совершенно другая. Поэтому все меняется. И надо смотреть. Он очень правильно сказал. Надо не на 10 лет вперед смотреть, а на 50-60, на полвека вперед смотреть. А это взгляд будущего. Это станция. Поэтому будут покупать. Отношения с соседями интересуют и жители Островецкого района. По сути, приграничного региона. Многих друзья или родственники проживают в той же Литве. Возможно ли потепление между странами? Спросил учитель истории. Александр Лукашенко уверен, что все наладится. В том числе с Украиной. И Литва, мы восстановим отношения. И Польша. Они никуда не денутся. Есть основной принцип. Соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю, соседи от Бога. Их не выбирают, они от Бога. А если ты сосед, ну какое-то время, да, подойдешь к забору, камень бросишь на соседний огород там и прочее. А потом все равно соберутся, чарку вместе выпьют. Поэтому бывают разные разногласия, ссоры и так далее. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда. В любом месте готовы с ними сотрудничать. С ними, с украинцами, Украина все равно будет наша. Никому-то Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке, я же предупреждал, полтора года или два назад, да, полтора где-то года назад, когда война началась. Я говорю, Зеленскому звонил, Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год, я говорю, работаю. Как только где-то какая-то заварушка, при тебя забудут. Ну что происходит? Поэтому головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру. Говоря об островце, строительство БелАЭС дало городу второе дыхание. Сегодня регион омолодился. Даже если смотреть на сотрудников атомной станции, средний возраст 37 лет. Атомная энергетика – молодая отрасль для нашей страны, но крайне перспективная. В Беларуси это воскресенье – профессиональный праздник у работников гражданской авиации. Сегодня же отмечается 90-летие зарождения этой отрасли в нашей стране. Всем, кто с ней связан, поздравление адресовал Александр Лукашенко. Белорусская авиационная отрасль – сегодня отлично организованная структура, которая обладает большим научно-техническим потенциалом, постоянно совершенствуется и решает серьезные многоплановые задачи. Осуществляется перевозка пассажиров и грузов, работают воздушные гавани. Созданы и успешно развиваются современные производственные площадки, где освоены техническое обслуживание и ремонт любых советских, российских и зарубежных самолетов. Все это стало возможным благодаря высокой квалификации тружеников отрасли, настоящих специалистов, влюбленных в небо и свою профессию. Также Александр Лукашенко высказал убеждение, что и впредь будет сделано все возможное, чтобы амбициозные планы по развитию гражданской авиации в республике воплотились в жизнь и самолеты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо, подчеркнул глава государства. Несмотря на санкционное давление, у гражданской авиации есть достижения в небе и на земле. Самолетами национальной авиакомпании выполняются регулярные рейсы в 21 аэропорт. 10 государств принимают лайнеры с Васильковой ливреей. В этом году проложен маршрут в Индию. С октября запущен регулярный рейс по маршруту Гомель-Москва. Осуществляются туристические чартерные рейсы на курорты Египта и Турции. За 9 месяцев перевезли авиапассажиров больше чем на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Грузооборот увеличен более чем на 29%. Технический парк сегодня составляет 13 самолетов. Некоторыми из них управляют летчики, подготовленные именно в нашей стране. Мы впервые завершили цикл формирования нашей национальной школы подготовки пилотов гражданской авиации. Это в этом году впервые 10 летчиков, курсантов приступили к полетам. Мы теперь будем готовить в Республике Ларусь своих пилотов гражданской авиации. Я думаю, это основные достижения на этот промежуток времени. И с уверенностью смотрим в будущее. Самое главное – мы будем летать. Оман, Куба, Сейшельские острова. В перспективе красоты этих стран станут ближе нам благодаря национальному авиаперевозчику. Белоруссию подписано около 50 межгосударственных и межправительственных соглашений о воздушном сообщении. Целый ряд направлений новых. Из областных городов, в первую очередь. Из Минска. Зарубеж, дальние зарубежи, Российская Федерация. Сегодня белорусская авиационная отрасль решает серьезные многоплановые задачи. 90 лет назад все начиналось с открытия аэропорта Минск, где накануне 7 ноября 1933-го впервые были проданы билеты на рейс в Москву, столицу СССР. Международная выставка импорта открылась в Шанхае. Беларусь в числе участников. В Китае представлена экспозиция ряда наших коммерческих компаний и национальный павильон. Он объединил более 70 отечественных флагманов производственной, научной и деловой сфер. Линейка востребованных белорусских продуктов питания представлена в разделе «Продовольственная и сельскохозяйственная продукция». Отдельно презентованы биржевые, таможенные, образовательные и логистические услуги. Потенциал свободных экономических зон страны, разработки образовательных и научных учреждений. В павильоне потребительские товары собраны текстильные изделия, включая меха и продукцию изо льна. Впервые на китайском рынке представлен бренд «Мерч Первого». Коллекция включает джемперы, байки и свитшоты с эксклюзивными цитатами президента. На выставке импорта в Шанхае запланировано проведение обширной информационной и культурной программы. Также пройдут тематические дни областей Белоруссии. Традиционно самые заметные события последних семи дней найдут отражение в нашей итоговой программе. Корреспонденты готовят материалы к эфиру. Не пропустите сегодня в половине восьмого. Самый амбициозный проект в новейшей истории Беларуси. Для меня огромная честь и большое удовольствие вам вручить этот паспорт. Самый простенький, но самый ценный паспорт. Атом, который служит миру и экономике. Сколько АЭС сбережет наших денег и когда возьмемся за строительство второй? Наш репортаж из белорусской столицы атомщиков. Электричество в каждый дом. Открыть дверь для электроэнергии в быту – таково поручение главы государства. На неделе мы убедились, как это работает в деле. Репортаж Кристины Протасовицкой. Наши в Шанхае. Беларусь, Китай. На других посмотреть и себя показать. Уже в понедельник впервые после пандемии свои двери распахнет крупнейшая китайская международная выставка импорта-экспо. Весь смак белорусского национального павильона. В репортаже Константина Герцева. Прямиком из Шанхая. Торговые войны. Как заполнять магазины качественными и свежими продуктами? От изобилия на прилавках до дегустации? До отсутствия маркировки и несоблюдения температурного режима? Что мешает бойкой торговле, на неделе выясняла Оксана Симашко. 90 лет на высоте. Почти век в небе. Белорусская гражданская авиация. Куда и зачем летали и будем летать? На неделе разбиралась Екатерина Копылович. Меня зовут Ольга Коршун. Смотрите неделю в 19.30 уже в это воскресенье. Нам есть что рассказать. 105-летие военной разведки сегодня отмечают в вооруженных силах Беларуси. Всегда и везде она играла важную роль в обеспечении национальной безопасности. Именно разведка – это глаза и уши армии, основной источник получения информации. Служба в ней – это настоящая школа мужества и боевого мастерства. А военные разведчики – это специалисты, чья главная задача – выполнить свою работу максимально незаметно. У Дворца спорта в столице развернулась традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Минский кермаш». Выбор на любой вкус – мясо, молоко, овощи, рыба, кондитерские изделия, соление и мед со всех уголков страны. Качество товаров, доступные цены и широкий ассортимент – все это, несомненно, привлекает покупателей. Ажиотаж вокруг ярмарки достаточно высокий. Наша белорусская самая хорошая, пользуется спросом везде. Родителям купил, карпа попросили, чтобы не нести домой. Они у меня возраст, уже пожилые. Разницы нет, откуда везти, в Усть-Минск или в Могилеве купить. Я думаю, он не спортится. Я быстренько утром проснулась, чтобы мне пораньше пойти и все успеть купить, так как рано. Темнеет где-то, что 4, они уже, наверное, у 4 уезжают. Очень все, я сколько походила сейчас, столько много увидела своих соседей. Хотя у меня дача, ну, как бы на даче сожжу мало, поэтому здесь покупаю и картошку, и капусту, и морковку, все овощи. Ну, всех понемножку. В Минске спрос на яблоко большой в этом сезоне, так как яблока у людей в садах нету. В прошлом году было много яблока, поэтому яблоко в этом сезоне осенью идет лучше, чем в прошлом году. Много люди не покупают, покупают на покушать буквально 2-3 килограмма в среднем. При благоприятных погодных условиях такие ярмарки будут проходить до конца месяца во всех районах столицы. Ну, а Минский кермаш сегодня простится с покупателями до следующего года.